Время, которое у нас закончилось. Все заявленные работы, отключаясь японцев, готовы к презентации. Соответственно, не будем терять время. Члены жюри получили юлиссети, в первую очередь. Прошу их сейчас вынимать. Все остальные, пожалуйста, смотрите, задавайте вопросы коллегам. На презентацию отводится максимум 10 минут. Во время презентации, если вы заглядывали на телефон, то вот это первое устройство, вот это второе. Пожалуйста, просто давайте его в зал, чтобы люди могли ехать похоже. Так, приглашается тогда первая команда фельсильщик с презентацией игры шляпок. Пожалуйста. Ну, добрый вечер всем. Мы делали игру шляпы и, в общем-то, нам удалось достичь основных задач, которые мы ставили вот за собой. Вы видите, при запуске приложения, вот так вот, такое окно, когда используете? Ну, в принципе, можно уже не смотреть. На самом деле спросите, как это выглядит. Да, тут разумевается, что сначала создаются команды. Ну, впадаем. Мы добавим команды. Где мы можем упустить какие-нибудь названия команды. Если ошиблись, то условия названия команды не будет. Мы можем удалить команду, редактировать список команд. После сыгранной игры список команд не меняется, остается. То есть можно несколько игр сыграть. Мы постарались сделать как можно удобнее. И покороче, допустим, да? Да. Вот, и сразу номер баллов подключаем, и его можно удалить. Ну, с бабушкой Делу, это для людей. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович стал очень при Ear Hani. Потом переговорить. Все в жести. Я говорю знаю... Под gem share, напишите? То есть где-то тендам. Вот? Да. Мы вам проводилиments, глядам sort of the Stay Dan. 什麼 save you do? Продолжение следует... 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 Игра закончилась, можно лицелить команду, которая у нас была. А если кто-то пришел, наоборот, то можно добавить многое. Ну, соответственно, после того, как вчера возле шляпки, где все очки объединяются, и играть же не имеется в виду. Но в основании сайт команды сохраняется. Ну, и еще так есть инструкции, где можно почитать в карте. Ну, вот здесь и в карте. Все, как играть, правила выбираем. Таким образом, данное приложение может облегчить играть в шляпку, так как приоритет используется срочки, и самоскапы, и неудобные приложения. И не минуленность, можно для этого приложения, используется тельный человек, который будет тайным. А тайным уже здесь есть. Ну, и, соответственно, приложение уже можно пользоваться и играть. Спасибо. Вопросы? Если при введении нового времени ввести некорректное время, там, буквы какие-нибудь, что произойдет? Ну, когда мы скажем, что пользователи делают. Ну, есть еще немножко над чем можно поработать в плане оправления, в плане проверки на корректность, чтобы число было именно введено. Потому что, по идее, если введено не число, то, наверное, не стоит просто изменять. Но часть работы мы уже сделали, например, если вводится пустое слово или пустое название команды, ну, пустое такая, то уже не добавляется. Никакая команда. Пожалуйста. Так, на будущее, если захотите продолжить работу, мне кажется, было бы проще либо разрешить, ну, делать кого-то из людей, которые, в основном, предложили, например, инициатором, да, предложил сыграть в игру и он становится как бы сервером. А другие могли бы, например, через битус подключаться, добавлять слова. Просто это было бы быстрее, чем каждый по очереди печатает. Ну, да. Или, если проще, можно хранить файлик, например, словарь с учитывительным, да, можно выкачать и русского, и английского языка в интернете свободно и подгружать оттуда случайное слово. Чтобы не готовить заранее. Вы просто и в шляпках играл? Ну, я играл, да. Самый смысл в игре передавать этот метод? Бумажный. Ну, да. Просто проблема при игре в шляпу, что... Именно, когда сами слова записываются, чтобы быстрее на нас ходило, а не каждый получил эти слова. Да, да. Я это имел в виду, во-первых. А во-вторых, то, что сами слова, чтобы не пользоваться переводителя, а чтобы он был в словарь и с него случайно слова затаскиваться. Просто это могло бы сделать... Приступить к игре можно быстрее на нас. Ну, по специальному правилам мы крыли шляпы, что здесь не будет зашольность. Хорошо. Были чемпионат мира по шляпе, там были видны правила, что каждый участник поставил слова, но все же шляпят были и точно слова, которые знают хоть одну из всех. Вот такие вам. Спасибо. Максим, еще один вопрос. Где? Если есть. Нет? Тогда поблагодарим команду. Отличный проект. Переходим тогда к следующему проекту. И так мы писали программу, которая по Вадиме Солнце рисует ее графику. Ну, как в качестве примера представим графику. Игрек равно в ангелесе. Отдых. Вот. Там можно регулировать размер поля. Например, если нужна больше детализация области нуля, то... Да, точно. Забьем туда 0. 1. 1. Ну, 1. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 7. 7. 7. 9. 10. 9. 10. Вот, в области нуля график идет все следующим образом. Почти нет, и не может и мой. Имеется возможность введения нескольких функций. Если поставить здесь точку запятой, можно написать следующую функцию. Имеется в основном. Имеется в основном. Имеется в основном. Имеется в основном. И поставить новый проект. В данных точках они и не западают. Смотрите. Как каждый новый график, забитый в строку, будет обмачаться своим собственным цветом. Если вы несколько пересислили. Да. Значит, с примера можно посмотреть тут. Здесь забито примерно 90 синусов с различным шагом. Увидят очень красиво, на мой взгляд. Также можно не удалять старые графики, поставить галочку, стереть все графики, которые здесь были написаны в формуле, и записать, например, просто x, то есть y равен 100. Стереть новый график, старые не сотрутся, но напишут снова. Для доступа есть подсказки, в которых написаны все функции, как они расписываются и что они означают. Их тут очень много. А, да. 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 Ну, в принципе, что мы хотели, то мы сделали. А, можно делать суммы или произведение несколько? Естественно. Можно что угодно говорить с функциями. можно взять функция sin от какая-то. Вот он так вот и не видит. То есть формулы практически любой сложности, вида y равна какая-то функция t, вполне хорошо рискуются. Вопросы? А, да. Список формул поддерживающихся есть? Да. А, да. А, да. А, да. Вот там как раз... А можете построить логарифм XA вот на этом же интервале, пожалуйста? Какой? Как логарифм в другом основании? Ну, и натуральный логарифм N. На самом деле без разницы, просто интересно посмотреть, как он на таком же множестве будет выглядеть. Ну, вот как-то так, да. А слева то, что его нет, вы как-то отдельно отборабатываете? Или... Ну, вот. Вычисляется. Там вычисляется все это. Там... То ли... Да. Там... Сложная магия происходит. Там происходит... Появляются бесконечности, которые никогда на графике не отобразятся. А, то есть график там есть, просто мы его не видим. Да. Ну, то есть он есть такой, что он не рисовал. Ну, увеличивающийся возможно. Да, 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 да. Ну, понятно. Не, ну, нормально, главное, визуально выглядит как. Как и должно. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Чего вопрос еще? Да. А мы можем в хорошем проекту. Аплодисменты. Аплодисменты. Так. Третья команда и проект Weather. Добрый день. Аплодисменты. Добрый день. Аплодисменты. Это предложение должно предоставлять пользователь прогнозов по поводу сети надежды в целом неделю. Также желательно было бы иметь качественное положение, чтобы не дадать координатору личную. И также одной из самых фичей является подсказка символов одежды. Если посмотреть то, что мы предложили, когда было представление идей, можно посмотреть, как это случилось в предложении. Так же это предложение объекта и третий экран, который показывает промежутку годов наибиры. По поводу функционального положения, оно основано, по-моему, на всех кругах, которые здесь знают. Ну вот, главным праздником это видеть объектную объекту, еще состояние и наткучее состояние. Не знаю, что на проекте ревня. Ну вот, пользуясь к нему, какие-то льды и стадет, от которого можно рематовать в сегодняшнюю работу по часам, и, соответственно, будет меняться излучение надежды. Вторая укладка — это дождь для объекты. По кругу идет дождь, предлагается один разиловый сапоги и взять золотик. И третья укладка — это дождь по годам на неделе. Ну, тоже всемирный комплекс. Если зайти в город, можно выбрать свой город и использовать все звуки, поэтому звук можно довольно-таки золотом автоматизировать. Если звук не много, то все равно собакатся. В �Only в городе находятся в городе, в городе, в городе в городе. Чтобусы должны быть развязанными, в городе теперь с нами об Одному колесении, и в городе, в городе, в городе, в городе, в городе и в городе, заполTAGE, что и в городе. Затем уже finished, Спасибо. У меня первое ваше положение. Можно ли определить по текущему положению? А почему такие иконки маленькие, которые переключают экраны, и они находятся наверху, держа девайс в одной руке, очень тяжело тянуться в левый верхний угол? Уэкс гайд. Нормально. Уэкс гайд, вкладки вверху. Ага, понятно. Ну держа. Ты симпатизируешь им? Пока нет. Я хотел спросить насчет иконок. Красиво, очень монохромно выглядит. То есть это сами рисовали или откуда-то? Это библиотека с кайком, она вкладка, открытая, вложена общественная страница и вложена в общественной странице. Такая образована вполне векскальнесская. Спасибо. У вас вот такой комментарий. Я просто спросил насчет вкладок, что вверху переключения просто удобно было бы свайпы делать, между клапками переключаться, чтобы... А я не знаю на самом деле на сколько соответствует гайдлайн? Так, ну там свайп-то не запрещается. То есть если все что есть по гайдлайну будет сделано, но свайп просто дополнительный бонус. У меня вопрос, вот вы контролы, например, тот же ползунок, как отрисовываете? Выгибать. А сколько вообще вариантов одежды? Да. Сколько вообще вариантов, разновидностей одежды? Ну, у нас разделено, как бы, по даже верхней одежды, нижней одежды. Ну, допустим так, головные упоры, надеваем очки. Там всего один сделан, если лицензер дает, если предлагать. Надеваем шарфы, кофты, что-то ранги и обувь. А, еще есть дополнительный речник, корзон и биборок. Какая категория? 1, 2, 3, 5. Мне кажется, вы забыли. Протерпает заставку. Шуба. Шуба тоже есть. У меня больше не умрет, больше предложение сделать еще женскую версию. Потому что мы всегда... Былая идея. Суд ведь подадут, они там на Западе такие. Как бы вот это было, вот эти, порты по земле и земле? Вот это сейчас. Должно, что мы с вами можем сделать, что те годы, но, в принципе, мы можем влиять на заболожение не только по Москве, то есть именно по району, да, то есть по другу, например. Да, да. Домер сел Симуфая, на Биржняху, давай, посмотрите. Чем там можно появляться? Нет. Стоп! Я еще один, например. Ну, от меня еще тоже как-то с пожеланием все-таки писать вверху экрана, вот... Ну, я не вижу, чтобы у вас выделялась вкладка, на какой сейчас нахожусь. То есть, либо выделять вкладку... Ну... То есть, он... То есть, он... То есть, он... То есть, он прекрасно выделяет зеленую тему, он перестает? Нет, она, как вот, если вы стандартный контрол используете, там бы просто внизу полосочка была, которая подсвечивает, какая вкладка активная. Вот. Ну, или писать название экрана. То есть, что на самом деле на этом экране находится-то? То есть, я вот вроде как могу догадаться, что это прогноз погоды. Вот. Но... Если тыкну, там, например, вот на 7 дней, там... Ну, уже можно понять, что это вроде как на неделю, но можно не понять. Что? Ну, а это, потом свайд, и он замерз, и все другие. Угу. Еще вопрос в комментариях. А тут, как, получается, если я, допустим, запускаю приложение, переключаюсь на любую вкладку, нажатие назад идет, как бы, на предыдущую вкладку. Да. Без приложения выкликайте ей точно. Да. Приложение может выйти через меню. То есть, не сделано так, что если... Начальщина, задом нет такого стэка, что это не входит. То есть, он может быть, сразу все не обращаться. А если бы вы захотят, то он будет делать вашу стэка? Ну, вот, нужно, чтобы выходил, на самом деле. То есть, по нажатию назад... Угу. 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 Все. Спасибо. Отличный работал. АПЛОДИСМЕНТЫ. 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 Четвертая команда, проект World Around Me. Идея нашего приложения, получается, в том, что пользователя есть устройство, обладает GPS-модулем, который предоставляет координаты о текущем соположении пользователя. И, соответственно, используя эти координаты, можно показать пользователю фотографии, сделанные вокруг него в некотором радиусе. Соответственно, в нашем приложении пользователь может посмотреть список всех фотографий, и он может посмотреть название, описание и полноэкранный вариант фото. Также пользователь... ну... Ну... Держи есть представленный виде плитки. Содержимы списка загружаются динамически в ходе прокрутки списка. В ходе разработки было реализовано следующее. Это использование синхронной загрузки для работы сети. В частности, мы работали с API Lycra и Янглэцкарт. Получается, также пользователь может смотреть, где сделана была эта фотография. на карте, где посмотрели в полный экран на режиме ввода. Затем у нас была реализована навигация по страницам. Была произведена работа с GPS-модульом. Ну и, соответственно, получение координат пользователя. Также, ну, было реализовано динамическое построение интерфейса. Использование JQuery Mobile. И использование индикаторной загрузки для информирования пользователя. Ну и, естественно. Ну и, соответственно, в принципе, всё. Можно посмотреть фотографию, в принципе, бесконечно. Из-за того, что мы хотели реализовать, мы, в принципе, сделали всё, кроме указывания радиуса. На данный момент он у нас используется статический. Ну, не успели это делать, радиус. Спасибо. Вопросы? А чего у вас кнопочки внизу такие маленькие и круглые? Это JQuery Mobile. Ну, я понял. А чего они подключили просто адаптацию JQuery Mobile для Tizen. Ну, если бы создали проект, например, с премьера, он бы выглядел более нативно для Tizen. То есть, по идее, там... Ну, на самом деле, вам это сделать недолго. Просто перенести стиль Tizen в это приложение. Ну, можно, но, в принципе, приложение можно в Браунде использовать. Ну, да. Спокойно и так же выглядит. Ну, просто будет выглядеть более нативно. Оно будет... Оно будет более, так сказать, больше шансов на успех в Tizen 100. Ну, понятно. Понятно. Ещё вопросы, комментарии? По-моему, больше впечатляющихся, сколько это же приложение делалось под Windows Phone. Там был сложный Windows. Да. Сделать это за 1 году. Ну что ж, работа. Молодцы. Следующая работа – это проект CardioCare и, соответственно, Юлия Артёмовна. Наш проект называется CardioCare. Идея проекта в том, чтобы отслеживать личные деятельности человека. Особенность нашего проекта в том, что мы используем посторонние устройства. Это каждый монитор портативный, который через Bluetooth передаёт, может соединяться с различными смартфонами и передавать данные ему. В принципе, его устройство очень простое. Затачка крепится на клетке и дальше заменяется уже смартфон. Так как вы сейчас не сможете все увидеть, как работает приложение. Здесь виден один из крышотов. Стартовая одна. На нём расположен слайдер с приветствием. Так как вы можете перейти по кнопке Connect и Last Connect к соединению с каждым монитором. Ну, например, если в случае, если вокруг приходится много Bluetooth-устройств, и вы уже пользуетесь этим программом монитором, то кнопка Last Connect длительно проведет работу. Ну да. То есть, получается, нажимая кнопку Connect, когда вы спускаете полноценный первый раз, произойдет сканирование области видимости и сформируется список карт на левой картинке на одном слайде из доступных устройств, выбрав одно из которых, появится вот окошко, которое предложит вам соединиться или отменить свои действия. После соединения, ну, естественно, нужно выбрать свой компьютер-монитор в списке Bluetooth доступных результатов, и после этого вы попадете в экран, который, соответственно, отображает эффект кардиограммы. К сожалению, длиться этого эффекта в полной мере нам в связи с техническими проблемами, которые возникли, при взаимодействии с кардиомонитором. На самом деле там, получается так, разработка класс двух сторон к этой точке соприкосновения, да, кровотения и кардиомонитора, и вот отображение кардиограмма. Ну, и вот практически это вот прододелали, но в самый ответственный момент, после установления соединения, данные с кардиомонитора получить у нас не получилось, чтобы их отрисовывать. Поэтому тут, как бы, график ломанный, который был генерирован программно. Ну, там телефон будет выглядеть, я так понимаю, с приложением, если интересно. То есть можно выбрать не только кардиомонитор, а любое другое устройство, и как бы в качестве такой заплатки появится, собственно, эта кардиограмма. Много сложностей было на этапе разработки, связанных с тем, что технология для нас, на этот предшество, была новой, и мы очень старались соответствовать гайду по разработке интерфейсов. Вот. То есть, на самом деле, можно было бы как-то выскориться, но очень-очень хотелось сделать это, чтобы было нативным и родным на пилотворке. Вот. С поддержкой светлой и темной темы, в принципе. Ну, это все. Здесь вопросы у нас. Спасибо. Вопросы? Почему сердце синее? Да. Нам показалось, что это будет более... Более нативным. Ха-ха-ха. Правильно я понимаю, в случае статус, что уже test device в состоянии работает, то есть он обознает кардиомонитор, но просто данные развивается после данных, да? Да. То есть, даже если устанавливается соединение с кардиомонитором, Но вот именно данные, которые кардио-монитор отправляет, почему-то не получается подцепить, разбрасывать за соединение. Поэтому, как бы, вне строительства мы генерируем исключательным образом массивы и рисуем его уже демонстрацией этой концепции. Очень интересно продолжать, как посмотреть, чему это приведет. По крайней мере, за время, как он мог очень приорителю прогресс. На другие платформы у нас это сделало, я помню, намного больше. Другие комментарии, вопросы? Ну, от меня вопрос, вот именно как от вас, как разработчиков мультиплатформенного приложения. Вот насколько это приложение по функционалу сопоставимо с Nibja для других платформ? На самом деле, были удивлены, очень приятно, потому что, когда узнавали тему мероприятия и общее впечатление составили, я, честно говоря, ожидал, что придется писать нативное приложение для работы с Bluetooth или компьютером. Но мы пользовались так же, как и все разработки веб-приложений, и этого вполне достаточно. То есть, есть API для работы с нужным функционалом, да, с Bluetooth-модульом. Ну, то есть, вот... Даже в каких-то моментах было удобнее обрабатывать, я ошибаюсь. Ну, вопрос немножко не в этом. Вопрос в том, насколько функционал того, что сейчас сделано, он сопоставим с функционалом в других платформах. Вот именно приложение этого конкретно. Получается, что практически то же самое, только вот в этот тонкий момент получения данных и их прорисовки, в нашем приложении, которое будет платформа, да, предвидовано, там еще присутствует некая вставка виде алгоритмов, анализа, чистки сигнала, чтобы он был без шумов. А по большому счету это практически то же самое приложение. Еще вопрос в комментарии. Ну что, по-моему, отличный прогресс, отличный результат. Спасибо. Аплодисменты. Следующая презентация. Анна и проект. Играбы. Всем доброй вечер. Я не знаю, что это сделать. Сначала расскажу, потом попытаюсь показать, но не факт, что получилось. Кто-то там, может, естественно, на поле, если были игрухи, и у него отсюда, можно было как-то поле играло. То есть, я только попалась в том, как делать институтальные предложения. Конечно, я этим никогда не занималась. Поэтому потом отличная работа еще стала. И за чуть-чуть молодых технологий. И использовала современный новый сюжет, для того, чтобы запустить в облаке определенное сервисное приложение, в котором можно администрироваться, и на котором можно принять данные о пользователях, представляющихся образовательных игроков. На данный момент приложению можно по каким-то элементам зайти, если есть игроки, то не можно соединиться, создать свой игру. Там у нас определяется на удобное соответствующие количества фишек. В принципе, сейчас я здесь не знаю, но в основном, что в школе есть, где у нас начинается 20 из-за размеров декана. Есть и в кухнюшек стоит места. И по ним, в принципе, должно сосчитываться очки игрока. Но из-за того, что вы не имеете ввиду проблемы с тем, что с Тайзина было несложно, но если мы мимические, я успею подружать с внешних каких-то ресурсов, то вот сюда. Если на 80% у нас все готово, потому что за OpenSight их довольно сложно объяснить. Бывают, конечно, регирования с семьями. А еще ради забавы была издована просто именно ради забавы. Так, вот словами пишут. Ну, вот я как вам и сказала. В окончании игры, в принципе, файла довольно-таки фронт сделан. То есть, просто, в самом деле, слишком фронт предлагает, чтобы ответа не упал. И, если это фронт, конечно, снова. Но, в принципе, если фронт справится в другой руке, то это, наверное, да, то их уменьшим. Уменьшим веществом такого. Ну, вот семьямика. Которая семьямика – это венская часть. То есть, там у меня отдельный модуль для захода сети, для игрока. Для тех, для подмера его, для соединения с семьями. Для тех, 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 которые были в области наиболее. Ну, можно еще немного рассказать о реализациях, о которых я уже говорила. Еще одна. О присутствующих доске, которую, вот так, было продажно, была использована за тестом для тормата. То есть, в принципе, очень легко вам усиливать буквально переделать, например, из этих болезни, разноцветных, писать, задумать какие-то правила, количество клеточек. То есть, легко вам перевернуться. В принципе, там, из-за чего остального помогли, да? И, правда, жизнь не могла. Ну, и самостоятельно. Я считаю, что это будет. В смысле, по сети поехать? Ну, я думаю, надо. А соединение идет через Wi-Fi напрямую между устройствами? Или через сеть? Так, а где у нас тот еще один телефон такой? А, можно? Есть или есть? То есть, вы и серверную часть реализовали какую-то? Да, это речь. Вам видите формат? Причем, я не был вверх с волятор, так как... Можете зайти? В сторону это решение. Они были везде комфортные, запутные, непонятные. Я решила, что проще написать в воляторе, а в том, чтобы дома надо записывать, в ходе там, в городе, не успеть, а это не сложно. А демонтрашка, еще есть один телефон, где он входит? Еще вопрос, что такое CloudBerry? Это просто типа... Ник. Подпись. Да. Подпись. А где хостинг? А мы начнем локально? Вот, или... Локально же, в общем, надо будет непрогревы, так как по IP довольно сложно вот этот шпалик может быть получать, поэтому я нашла специальный сервис довольно новый, который когда сходит по ОДЖЕС-произведению а он может просто нажать на лозунг и хирурговать? нет, мы уже не понимаем но тут все или нет я это в презентации лезвия я думаю, вот уж она собралась в другом возрасте в команды в прошлом выпуске мы уже забрали мы нашли второй телефон давайте попробуем остановлены приложением потом сервисироваться а там вот кнопка кнопка что? вот кнопка кнопка и вот и 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 Ну, с помощью объемов команды . Мы с ним узнаем изменения, и дальше можно отправлять сообщения, и получать, как с сервера, так и с клиентом. С сервера можно рассылать сообщения с конкретными клиентами, которые с учебниками уникальны и дешевле. И всем сразу, кто находится в другом клиенте. Ну, соответственно, с клиентом мы послаем сообщения, например, что мы будем при буквах. Рекомендуется минимальный какой-то набор данных оправдать. На сервере сразу же это сообщение приходит, как-то обрабатывается, и, например, дальше раскладывается схема игрока. Ну, и это, по слову, очень популярный сейчас в многопользовательстве дюймов. Обычно вы можете увидеть, где-то, 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 где-то человек бегает по кармасу. Вот, в принципе, я знала, что и я буду тогда фиксировать практически какого-то. Просто храните, и это получится для ребятных фруктуров сведения, например, о ИГЭ. Спасибо. Ещё вопросы? У меня вопрос. Какой опыт в разработке игр? То есть, ну, понятно... Вот у меня лично, по крайней мере, создаёшь впечатление, что вот приложение такое, слёту не написать. То есть, ну, видимо, какой-то есть такой большой достаточно опыт в создании. Ну, и не игры, или, по крайней мере, работы с Node.js... Нет, в Node.js я не был первый раз. Вот так. Я уже много хотела с ним работать, да? Ну, значит, с JavaScript приходит, это тоже опыт. Ну, с JavaScript он, да, работал. Понимаете? Уже плейли, пожалуйста. Ну, вот именно, меня очень интересовало, можно сделать игру. Я никогда не забрал. Оказалось, что в принципе все реальные. Единственное, что в прошлый день, наверное, на этот кусок. У меня было три. Серьезно, чтобы всё было. Для одного человека, я думаю, в ремонт случае. Отличный пример для этого, для одного человека. Спасибо, Анна. Следующая презентация, это проект FIDE. И... Анна, пожалуйста, подъяснись своим. Ну, хорошо, тогда, пожалуйста, с твоим. Вот, просьба к членам жюри, не забывайте отмечать результат, потому что, по крайней мере, на мой взгляд, все работы очень достойные, и разница там будет просто минимальная. Ну, мне что-то кажется, что если бы у всех было три дня, то тут бы просто был бы прям... Прорыв. Отлично. Ну, вот, собственно, я не пытался разобрать игру. Собственно, получилось не всё. Не получилось. Самое главное сейчас на страйк. Ну, давайте, вступим. Ну, вот, это главное меню. Здесь можно... Собственно, включая цвета. Я немного ускорил геймплей, чтобы всё быстрее походило. Испыпать, собирать. Испыпать, собирать. Вон, сгибал, чтобы играть. Ну, вот, всё. Собственно, получилось довольно элементарно. Ну, собственно, что получилось, то есть, то есть, играть, в принципе, можно. То есть, изначально функционал, который был заложен в игру, был реализован. Но не реализованы. Мы имеем фичи, так сказать, опции, такие, как анимация и спрайтер, что-то. То есть, я самостоятельно делал только на использовании спрайтера, потому что они должны попробовать поработать с ними. Исперва с вами спрайтера, но, к сожалению, и в игре в игре в игре. Ну, не то есть, в игре в игре в игре. Я не вижу. Вы сейчас рассказывали, а не в игре в игре? Да, просто, конечно. В игре в игре в игре, вообще-то интересно. Кстати, он сам не так помнит, издевается? Нет, я не успел. Ты что, можно, после презентации поставить, поиграть, самому? Ха-ха-ха-ха-ха. Я ещё, ну, кто пришлось, я хотел... Я хотел поиграть в компьютерную игру. Я писал. Мне кажется, так появилось, и на одной компьютерной игрой. Да, пожалуйста, это не в игре. Основная группа, знаете, была, что они отрисовывались очень быстро. И так как тут, например, происходит довольно много событий, то есть, одновременно должны... И на фоне должна быть такой функции, которая отрисовывает графику, анимацию боевства, одновременно которая отрисовывает, ну, не знаю, полоску жизни. И поэтому это нужно довольно быстро обновлять. Довольно много чего. То есть, делать большое количество газов. И со спрактами... Ну, я не смог эти такие, которые позволяют укладываться. То есть, они не все шли очень быстро. То есть, там практически превращались в песок, как кашу такую. То есть, вот, допустим, если изначально... Я хотел, чтобы... Здесь был не фон, а... Пара персонажей, которые сражаются между собой. Но, как раз и все время, у нас не получилось реализовать. Ну, и там же не получилось реализовать правую анимацию, или какую-то такую, как я хотел сделать, чтобы при нажатии ушла, как вот такая ряка, как от воды. К сожалению, это чуть-чуть успел сделать. Ну, собственно, и все. Ну, собственно, и все. Спасибо. Вопросы? Парал, а как спрайты реализовали? Спрайты? Спрайты? Спрайты, да. Спрайты, да. Только мы все. Получается, конечно, я не сюда не ушел, потому что они... Они не могли меня разочаровать. Ну, кто? Нельзя. Ну, спрайты. Как спрайты, мы с ними слишком быстро двигались. В итоге, вместо движения персонажей все было очень здорово. То есть, они просто сливали... Это реализация. А, есть, можно встроенные средства. Без средствами. Ага. Ну, там это не сложно. Просто рисошек, как будто бы. Как это? Ну, еще, по-моему, касается то, что сам спрайты я не очень должен рисовать. А, знаете, я не вспомню, типа, сказать, что это трех колесушек большие для такого маленького экрана. Либо она сушка маленькая, и они просто были бы как точки. И мне нужно было бы попадать им пальцы. И как-то... Ну, там это как будто из эксперимента, да? Ну, компьютер, потому что на то, знаете... Так, а в чем игра состоит? А, ну, нужно выбить компьютер, то есть быстро, как можно быстрее пальцами стучать по экрану и таким образом побеждать. Ой, это отлично. Это классно. Это классно. Еще вопрос-комментарий. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Может, не все удалось, но, по крайней мере, очень много было сделано. Так, следующий, когда... Сейчас тут просто кинул ту самую. Можно выходить в следующую, седьмую группу. Это, соответственно, в последней седьмой, восьмой группе проекта «Иди куб». Общей целью было создать предложение, которое помогает студентам, музеям и прочим людям, которые их окружают. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть распространяемое предложение некой базы рецептов. Который, я... Собственно, который надо прохватить это. С сожалению, у нас по форме, в основном ничего не успели. В общем, с аналогом. Из-за того, что я сделал, можно посмотреть все рецепты, которые у нас есть, по форме, как рецепты в отдельном блоке. И, видимо, можно посмотреть, как называется, делается, делается. Который нам нужно. Это же не правильно, когда он свои сосиски, но при первой не яйца садил. Ну, в общем, запомнился. Очень интересно. После... Одна из таких. Каждому рецепту есть две кнопочки. У нас есть только самый поплавный рецепт. Которая добавляет рецепт в список, который долженcake разрушаться. Если и в компоте, кто-то хочет поставить оксус. И тукулу, которая добавляет в список поплавных продукт. Рецепты для рецепта, которые... ...все походу, своего рода на куминал. В идеале, конечно, её можно будет выгружать в какие-нибудь заметки. К сожалению, есть пар вагов, которые не успели влить, зато обнаружили музеями. И поэтому после этого времени показывают от 70, что есть пар вагов, что можно сказать, что в работе она не очень хороша. Ну, естественно, мы используем там все работы. Абонир, это что надо? Наверное. Да. 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 А почему на китайском языке? Ну... Сначала мы работали с флэшки, и там было сложно переключать языки. Но решили особо управлять, потому что там единственная функция не важна. Всё. Переселить можно только быстро. То есть, там, файлы с... Ну, при первом запрещенном приложении она с фазу данных подгружаются и с распространяемого рецепта. С рецептами непосредственно. И, как бы, мы специально можем решить, что скидут, что скидут, что скидут, что скидут, что скидут, что скидут. У нас есть рецепт, что скидут, скидут, что скидут, что скидут, что скидут, что скидут. Вопрошу комментарии. Я попросил выбрать языка. У вас как, и запрещено? Убрать язык. Убрать язык, а вы чё поднимали? Ну, вы чтите. Убрать язык. Убрать язык, а вы не знали. Наша красная. Ты бы не потрясал. А вы просто не знали, я думал, что они не успели сделать. Вопросы в комментариях? 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 А мы отель едят? Посмотреть где есть кто бойрей? Да, мнитесь Мы спинули Да я думаю, всем будет интересно взять посмотреть Мы хотели перекрутить Поэтому нету отображения. Но добавление есть. Но мы доведем этот проект до конца, потому что уже почти куча наработок есть. То есть мы это все вместе соберем и потом нам не понравится, это медленно работает вверх. Мы если будем переписать, это надо попробовать на native и какой-то опыт привести. А что именно медленно для вас в вебе работало, то есть какие функции? Вот это приложение нажимаешь на интерфейс. Так, скорее всего, я не знаю, что посчитали, а не получится. Может ли делать напоминание, то, что будет напоминание, если мы вошли в заданную область? А можно ли это сделать через две? То есть все равно придется добавлять что-то из нейтера, чтобы была какая-то база, ну, висела в фоне и проверяла текущий координат с реальностью. Ну да, то есть вам сервис нужен. Вопрос, комментарии в команде? Спасибо. Хороший прогресс. Надеете увидеть готовое приложение потом в рамбете. Аплодисменты. Так, следующий проект, это проект Instruments. Он создает инструменты, соответствующие деньги. У вас в каждом году там. Здравствуйте, еще раз. Меня зовут Лукино. Я представляю свой проект, который называется Instruments. Он представляет из себя вот он вокальный инструмент. По сути, данное приложение содержит на данном этапе три вокальных инструмента. Это фото-пиано, гитара и коммертон, по которому он может расстраивать другие инструменты. Так вы видите здесь иконка моего приложения в эмуляторе. Здесь вы можете видеть интерфейсы музыкальных инструментов, представленных в программе. Ну, я думаю, следует переходить к демонстрации моего приложения. А у него нет эмулятора? Ну, эмулятор вы воспроизводите звук. Ну, поверни сюда тогда экраном. При загрузке сначала будет... Приветствия, я не знаю, что там. Звук вообще сделан. Вот, выпускается приложение, и отображается меню, в котором вы можете выбрать музыкальный инструмент. По нажатию воспроизводится небольшой паттерн музыкального инструмента, и его здесь, к сожалению, у него очень отлично. Сейчас, одна рука выключилась. Вот, я, например, выбираю портопиано. Выбирается портопиано и запускается. Можно играть в меню. Также можно выбрать гитару. Похоже, как портпи. Ну, слышно, да. И пикаем там. Лучше всего слышно. Самый простой звук. Вот, теперь покажу, как на этом можно играть. Вот, к примеру, гитару. Это специальная гитара. Передача будет следующая. Телефон отследит. А тут, нет, нет. Ну, а тут планировали. Ну, теперь, тут, к примеру. Ну и напоследок ковертонов. Самый крупный из ковертонов брейлевый звук Ля-640 Гц, по которому нужно сколько разобрать в камень? Спасибо за внимание. Вопросы, комментарии? А как можно на свой телефон пропустить? Если у вас операционная система тайна, то можно справляться? А я не знаю какая. Боюсь, что вас не нравится. Опять не повезло. На самом деле, я надеюсь, что это приложение появится в магазине, и тогда все пользователи смогут установить. Надо опять, чтобы рынок схватил, тогда точно не будет. Вот такой вопрос. За ковертонов у тебя есть всего одна ковертона? Например, как продублировать на другую? На вторую, на третью? Ну, нету такой цель, чтобы делать полноразмерную клавиатуру. Ну не полноразмерную, но я скинул так дальше. Следующая октава идет. Чтоб менялся там. Не обязательно в первую автавиатуру сделать. Я могу найти малую, но вы чуть не договорны. Как вариант, можно сделать несколько подприложений для октавы? Можно сделать скроллинг? Ну, в этом не было наинтересно. Ну вот, есть на самом деле под Тайзен именно приложение, которое только фортепьяно реализует. То есть, клавиатура именно фортепьяно. У них сверху сделан скроллер, там показывается полноразмерная клавиатура. Туда-сюда, туда-сюда. Ну, но там только фортепьяно. Спасибо. Спасибо. Так, переходим к аденственной команды, с проектом Тайзен Учеби и Штемель 5. Мы с адресом Тайзен. Мы другом вопросе. Так, я присоединяю наш Тайзен Учеби, который называется Штемель 5. У нас первая глава – это введение. В этом введении осталось, надо сказать, о магнитах, с четырех, с четырех, с четырех, с четырех, с четырех. Теперь можно подключить один, почитать его описание, синтаксис, атрибуты, а также, вторая, четырех. Первый код команды. Вот синтаксис, можно сходить в меню, в меню написано, команды, пишем его параметры, и он вам покажет. Атрибуты написаны через него. В некоторых атрибутах есть ссылки в интернете, которые мне сказали тоже все в этих атрибутах. А самая главная книжка для нашего проекта – это лаборатория. Сюда можно писать текст, любую вот, верхнее окошко. Можно с помощью тегов и нажать запуск. И оно отобразится, как видите, там, из разных тегов, где этот, он попрестится на следующей строчке. Я думаю, сейчас в зале реально, мне интересно, Я не буду мучиться, вспомнил, хотя это самое, Кирилл, Я не буду, я решил сделать корочки, сейчас проверим, сейчас проверим, как это, Ура! Отлично! Вопрос, комментарии? Ну, хочется какие-то, наверное, примеры сразу вот иметь, чтобы можно было непосредственно... Я надеюсь, это будет в будущем, у нас просто время... Денис, за капсу фишкой-то я так и не помню. Фишка это вся в том, что в лаборатории можно брать прямо текст на программу и знать, как он отобразится. Еще интересно, если там какие-нибудь переменные на JavaScript написать, какой-нибудь скрипт прямо там написать, можно ли будет изменить непосредственно саму вашу программу прямо вот из этой лаборатории? Да, инъекции. Инъекции, да. Если хочешь, я тебе предоставлю, попробуй. У меня есть виджет, наверное, так что я попробую. Потом попробуй. Попробуй. Я же просто... Я еще не проверял, но можно попробовать. У нас просто только сегодня утром оно опять слетело, так что за последние четыре часа мы собрали это заново и отсюда. Ну, ребята, вы же первый курс и первый год делаете. А когда будете на пятом, у вас все понятно. У нас даже и будет полный список всех тегов, которые есть в вашей мере. Тут некоторые добавлены, но некоторые еще не успели добавить. Времени было очень мало. А так проект будет дальше развиваться. Какие вопросы есть? Вопросы, комментарии. Спасибо вам. Хороший проект. Так. Следующий проект у нас это VivoPlayer. Соответственно, вам будет добрый проект. Сырая, как сказать, версия. Мы читаем фундаменте наружения пока что. И рассчитывается навигация по... Сырая, как сказать, версия. Ну, запускайте с медиа. Медиа-поя. Да, пока не все начали. Не хотелось разобраться. Но вы видите, сейчас мы летом будем. Ну, сейчас. Сейчас. О, ты проигрывали, как и не получилось. А на каком этапе ты не получилось проигрывали? А перенести в проигрыватель. То есть, либо смысл надо тогда писать. Я пробовал использовать уже готовый. Ну, я не буду писать. Ну, тогда, я думаю, мне нужно писать свою немножко. Вопрос, комментарий? Кстати, по переправке есть какие-то, может быть, у экспертов наши есть советы? Как испечь переправку в флеер? Смысл перестал. Да, я. Если я хотел либо допускать к статье, как к Google Play, или, либо свой, чтобы вы нашли свой кубейд. То есть, какой контент загружен, и его можно использовать? На Tizen.org есть статья по использованию контролов нативного проигрывателя для проигрывания аудио. Там, у меня есть странная статья, там некоторые такие пустые. Ну, не, там, ну, могут быть пустые, но... Не, ну, по крайней мере, вроде как, то работает. Ну, надо посмотреть, надо более подробно обсудить. Хорошо? Ещё вопрос, комментарий? Спасибо. Лёгкий, надо продолжить, я думаю, это будет хороший проект. АПЛОДИСМЕНТЫ Предпоследняя, на самом деле, реакциация работы сегодня, это скрытый чех, кто улетит идею по разбиванию суммы между несколькими прячиками, уже на поездке. И далее, я думаю, я думаю, что у нас все готовы. Кажется, пока. Можем перейти сюда, пожалуйста. Ну, остальное предложение. Спасибо. Чек. Оно служит для того, чтобы делить счета, потому что с друзьями, когда у меня нет приезда, когда у меня есть пирочная карта, и ставили линии, я могу купить при этом всех со сколько. И потом, чтобы сказать, что со сколько мы можем. Это и их предложение. Главный транспорт предложения содержит список отчетов, которые можно добавлять по компиле. с каждого начала ездить. То есть, у каждого человека, кто-то визуально стоял, куда мы, например, ездили. Ну, например, с носом. И участники поездки. Изначально он всегда есть. Понятно. То есть, владелец свойства. Он будет управлять нам участников. Применяют пункты. Сейчас написано в фильме. И управляются пункты в генерационную риту, для того, чтобы лучше было отчет. Собственно, так выглядит экран поездки. Здесь можно выносить оплату. Кто оплатит? О, наносим. И записать на сумму. И можно разделить эту сумму. То есть, если сумма была всего 500, то я ее можно разделить. Она разделит каждое от 250. Либо все же так. И вот получается, что я себе ничего не должен. Понятно. Ирина должна мне 250. И тут можно проверить. То есть, можно увидеть, например, то, что Максим или Наконова Виталия за билеты. Но при этом, в Италии получил от Максима 10 дней за проезд. И 116-33 за 1. И вторую игру. И далее 7 целостей. Да, если я рисую какое-то еще значение за Максима, если я перебью вторую игру, то мы долгую полюсу. И предприятие группы нас. Хороший профессионал. Вопросы? Пожалуйста. Есть возможность увидеть, у всех людей, которые он должен на текущий момент, рисунок их? У нас, собственно, в ходе загружаются все люди, которые тоже будут. Немного насчетов. И общая интеллизация. Осталось что-то добавить оплатить по кредитке. Общая сумма денег врача. Который должен. Деньги должны, да? Да. А общая сумма кому-то сколько всего должен? Всем. Вот там есть общий долг. Есть долгу по карту. Они в сумме не дают то, что... А, ясно. Но, на самом деле, интересна была бы функция упрощения всех этих долгов. То есть, там, с пересчетом, кто кому что должен. Взаимные долги сократить. Я просто говорю, что на практике именно это часто встречается. Что когда там кто-то за кого-то платит, там обратно потом кто-то еще платит. Ну, а так, мне очень нравится, как выглядит. То есть, интерфейс такой правильный для такого приложения. Да. А если совпадут инициалы? Ну, можно взять, у меня есть. О! Ты видел. Просто пришел. Ага, ясно. На самом деле, это достаточно... Сколько всего буквок максимум может в этом кружочке быть? То есть, если там... А, о, вот та же там. То есть, китайцы они... Отлично. Еще вопрос, комментарий. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ На этом у нас конкурсная часть заканчивается. Соответственно, я прошу всех членов жюри своей протоколы стать сейчас. Теперь, чем она начала, соответственно, выносить это в базу. И у нас есть еще одна вне корпусная презентация. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет! Моя работа называется «Nemory Cards». Это монологис «Nemory Cards». Это игра на развитие памяти. Это память. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так выглядит основной трофейс. Картинки, их около 15 котят, они все разные. Загружаются, наверное, рандомами. В принципе, реализовал все. Не получилось доделать при открытии одинаковых котят, чтобы был звук, соответствующий именем. Ну, есть звук пока. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Немножко о технологиях. Понятно, что это тайм. Я попробовал использовать такой фреймборд довольно-то известный сети разработчиков, и он позволяет писать каркасные приложения, используя пункт Vue, Routing. То есть, очень сильно облегчится на эту задачу. То есть, этот проект я практически делал не зацепляя сайтами VTE. То есть, вы делали отпуск в консоли и, собственно, сайтами VTE. То есть, этот проект прекрасно показывает, что вам не обязательно из активных используют VTE. Тайзер настолько гибкий, что возможно использовать в любых сторонах. Продукт очень удобно. Также я использовал аудио API, довольно-таки просто. Ну, это мы уже видели в примерах. И немножко анимации. Тоже не хватило времени, чтобы сделать этот полноценный именно на Новый Россию. В проекте я уже выложил на ткарте. Попробуйте сходить и выключить его. И я надеюсь, что мы сегодня, это же приглашение, чуть попозже, за постинг в дальний флор. Я вам покажу, как это сделать. Вот. И надеюсь, что вы готовы станете сделать их больше, когда чуть-чуть доделать их стоит уважение. Спасибо. Спасибо. Вопросы, комментарии? Пожалуйста. А вы сегодня с 1,42? Кто? Ротин. Я не понял. На самом деле, эта технология как бы первая для меня. То есть я с ней не работал до этого. Все, ждал момента, чтобы попробовать. И, как многие из вас сегодня, я попробовал в первую очередь. Еще вопрос, комментарии? Вопросы, комментарии? Вопросы, как вы считаете? Это выгодите, что выгодите, что выгодите, что выгодите, что выгодите. Безерова. Если только вопрос из граждан. Только за котят. ...это, что надо будет доступен в новом спутателе, что выгодите. Так что готовьте деньги. Да, и котят, и везет. Спасибо. Еще вопросы? Отлично, спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, можете приказать. Так, теперь, немножко по регламенту. Сейчас нам надо будет порядка десяти минут для, соответственно, жюри на принятие решения. Все остальные могут спокойно пить чай, клюшку еще и угодно. Расслабляйтесь. Вы великолепно поработали. И после этого мы попросим Кирилла, наверное, на 15-20 провести большой мастер-класс, потому как можно укладывать приложение в ТТА-сектор. Причем Кирилл вывозит свое приложение, а у вас будут опросы вывозить свои приложения. И после этого у нас будет официальная церемония награждения победителей.